Ника Чита, политолог, профессор Черноморского Международного Университета Грузии, присоединяется к нашему эфиру, с ней мы и обсудим эту тему. Приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро и слава Украине. Героям слава. Скажите, Ника, что будет происходить дальше? Да, мы понимаем, что сегодня, как Саламеза Робишвили, да, и оппозиционная партия, они призывают выйти на акции протеста 19 часов по Грузии, это по киевскому, 17.00, да, будем следить за этим временем, будем следить за событиями. Что дальше? С учетом и заявлений, и призывов, и с учетом, да, как я понимаю, позиции, озвученной некоторыми представителями оппозиционных партий, не принимать мандаты, да. Мы не пойдем в парламент, где таким образом грузинская мечта оформила себе большинство. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое за ваш вопрос. Да, я хотел бы отметить, что на данном этапе, значит, оппозиция, часть оппозиции уже заявила о том, что они отказываются от парламентских мандатов из четырех политических партий. И вчера вечером две политические партии заявили о том, что они отказываются от мандатов. Надеемся, что остальные две партии также последуют другим своим коллегам, вот, потому что здесь, тогда у грузинской мечты может возникнуть правовая проблема, потому что нужно признать полномочия минимум двух третий, значит, депутатов. И, кроме этого, значит, первое заседание, первый съезд парламент, новоизбранного парламента в течение десяти дней, значит, открывает президент. Хотя мы знаем, что грузинские власти, нынешние власти, они не уважают ни Конституцию, ни Конституцию, и, соответственно, ни грузинское или международное законодательство, да, но премьер-министр Грузии, кстати, говорил о том, что все равно, значит, парламент начнет функционировать. Вот, хотя это один вопрос, если он даже и начнет, так сказать, де-факто, если не де-юре, то де-факто функционировать, что в Грузии тогда будет однопартийный парламент, да, и где-то из 150 депутатов будет работать 88 или 89 депутатов. Ну, я надеюсь, что другие политические партии, оппозиционные, которые преодолели 5-процентный барьер, они также, конечно, откажутся от своих мандатов, вот. Что касается протеста, сегодня, да, сегодня в 19.00 будет протест. В Тбилиси многие люди собираются, в том числе и ваш покорный слуга, принимать участие в данной демонстрации, хотя, с другой стороны, конечно, мы понимаем, что только вот проведением демонстрации, да, вот авторитарная власть, авторитарный режим и олигарх, который присвоил государство, в виде на Иванишвили, да, они, конечно, не пойдут из-за этого в отставку, не назначат новый парламентский выбор и так далее и тому подобное, да. Но я думаю, что, кроме этого, конечно же, Грузия счет и, значит, помощи в ней, я имею в виду, значит, вот уже сделали заявление представителей западного демократического сообщества, в том числе и наблюдатели ОБСЕ, Совета Европы, которые наблюдали за выборами в Грузии, также представители, например, национально-демократические институты и так далее и тому подобное. И, кроме этого, заявление было сделано со стороны Госдепартамента США, министра иностранных тел Латвии, министра иностранных тел Эстонии. Вот, так что, значит, лишь со стороны Евросоюза, как это следовало ожидать, только Виктор Орбан, так сказать, поздравил, премьер-министра Грузии, с победой, если это можно назвать победой, вот, это первая победа, да, можно сказать. Потому что сейчас, я думаю, даже вот рассматривается вопрос уже введения санкций против, лично против Иванишвили, об этом говорил бывший конгрессмен Соединенных Штатов Америки Адам Кизингер, вот. И я думаю, что просто западное демократическое сообщество дало какой-то шанс, последний шанс грузии, грузийской мечте, что она провела демократические выборы, и что, значит, вот мирным путем, значит, Грузии было сформировано, значит, коалиционное правительство. Хотя, ну, не знаю, что ни один авторитарий, ни один диктатор, да, он не наступает в власти добровольно. Вот, и, соответственно, сейчас, я думаю, уже, значит, механизм санкций должен быть введен в силу, вот. Ну, с другой стороны, конечно же, грузинская общественность должна продолжать свои активные действия, это массовые протесты. С одной стороны, значит, вот, новая оппозиционная партия, они отказываются, должны отказаться от входа в парламент, а с другой стороны, конечно же, гражданское общество должно проявить максимальную мобилизацию, и волна протестов должна охватить всю страну. По-другому, к сожалению, да, вот, нельзя вот эту проблему решить, хотя, конечно же, все это должно проходить мирным путем, да, ну, никакого насилия, разумеется, и не будет мирным путем, но вот уже не осталось ничего другого, потому что все, значит, принятие вот закона об иногентов, да, как мы называем русский закон, да, значит, ну, как-то какие-то шансы оставались, что вот в оппозиции победить на выборах, а потом этот закон будет отменен, и восстанавливаются связи, значит, там, расшеседские, уже стыдные связи и с Европейским союзом, и с Украиной, очень обязательно нужно ответить о том, что, потому что принятие власти, к сожалению, мы знаем, что, значит, отношения между Украиной и Грузией не очень сейчас, значит, направлены в положительное направление, к сожалению, два братьских народа не заслуживают этого из-за каких-то капризов Бедина Иванишвили и его там соратников или последников. И вот вы сказали по поводу мирных протестов, действительно, так и должно быть, это очень важно, но готовы ли к провокациям, в том числе и со стороны России, потому что сама суть мирных протестов может быть несколько искажена. Мы знаем, как может действовать агрессор, и в том числе, если Россия заинтересована, Кремль в частности, в определенных связях с грузинской мечтой, то это можно использовать для того, чтобы, по крайней мере, ну, несколько запятнать репутацию тех самых мирных процессов и сделать их не такими уж и мирными. Да, я хорошо вас понимаю. Да, все, конечно же, возможно, потому что власти могут пойти на все. Кстати, в России заявляли, да, вот где-то месяц тому назад, что если Грузия там, значит, попросит о помощи, один из, так сказать, членов Государственной Думы Российской Федерации заявлял о том, что вот если Грузия попросит, то мы в этом случае, значит, готовы оказать себе помощь, или Россия должна готова оказать помощь. Кстати, кто поздравил Грузию, да, то есть, кто поздравил, извините, кто поздравил грузинские власти, да, вот с победой, в кавычках, это Маргарита Симониан, да, и, значит, Пушков, там, член Государственной Думы, да, вот на такой уровень, к сожалению, опустила сейчас грузинская мечта, нынешняя власть, что только, значит, вот Виктор Орбан и, значит, и Маргарита Симониан, да, значит, поздравляют Грузию, а, конечно же, свободное демократическое сообщество возмущено всем, что происходит. Ну, сейчас вот началась рабочая неделя, ну, и я думаю, что еще меры дополнительные будут приняты. Что касается этих провокаций, да, все это возможно, возможно, например, к примеру, да, там, тайно ввести на территорию Грузии, например, там, вот, кадыровцев, которые будут переодеты, например, в форму грузинского спецназа, да, чтобы они в этом случае, вот, совершали, к примеру, там, карательные действия, да, на территории Грузии, вот, против демонстрантов, да, потому что, ну, хотя эти карательные действия, к сожалению, совершала и грузинская полиция, которая подчинена, значит, имени Абдин Иванишвили, мы знаем, вот, когда принимался этот русский закон, вот тогда, когда люди вышли на улицу, да, как с ними, так сказать, расправлялись тогда, к сожалению, все это было, ничего это не исключено, хотя, что касается вмещательства России, то здесь также можно говорить о том, что именно, значит, я думаю, какими-то российскими методами, киберметодами, да, вот случилось так, что, значит, вот, грузинская мечта получила 53%, да, несмотря на то, что, вот, согласно, значит, социологическими данными, согласно экзит-пола, который провел, который провел, значит, известное международное неправительственное организации Эдис Сен-Ресеч, да, значит, грузинская мечта получила всего лишь 40% голосов, и, значит, более 50% в общей сложности получили 4 оппозиционных партии, только 40%, и, кстати, Эдис Сен-Ресеч проводили, проводят, вот, экзит-полы в Грузии с 2016 года, и они никогда не ошибались, вот, если мы, значит, сравним с результатами предыдущих выборов, да, они никогда не ошибались, если, может быть, там, это где-то на половину или 1%, и не более, вот, а сейчас, значит, как будто там ошибка, в кавычках, на 12%. Сам Эдис Сен-Ресерч заявил о том, что, их представители заявили о том, что они, значит, готовы, значит, организовать мониторинг и доказать свою правоту, так что у нас вот в Грузии сейчас выборы права, которые стали электронным методом, да, вот, проходило, значит, сканирование бюллетеня и так далее и тому подобное, да. Ну, я думаю, там, значит, как один раз Сталин говорил, да, в 24-м году, когда его избирали на пост генерального секретаря, что, значит, выбор выигрывает не тот, кто, значит, набирает больше колоссов, а тот, кто считает. Ну, я думаю, что вот в Грузии с Кемиуме, они очень спокойно, кстати, заявляли о том, что вот мы на этих выборах победим, и что пусть оппозиция не очень, не беспокоится, и, значит, они заявили о том, что они были, так сказать, уверены. Я думаю, это с поводу, есть повод говорить о том, что это с помощью России именно, да, какой-то метод, значит, киберметод был предпринят для того, чтобы, с одной стороны, значит, вот, а как будто вот выборы проходили электронным путем, а с другой стороны на 90% избирательных участков, да, вот выборы проходили электронным путем. Хотя, с другой стороны, значит, результаты отличаются на все 12% от тех результатов, которые были представлены, значит, с компанией Edison Research. Так что мы знаем, что вот и в Соединенных Штатах сейчас говорили, и в Госудебнике, потом Антони Блинкен сделал заявление, что расследование должно быть совершено, да, и осуществлено, так сказать. Так что вот так вот, что, значит, есть причина говорить о том, что Россия вот была вовлечена вот в этот процесс, и не исключено, конечно, вот провокации, не исключено, что власти пойдут на все, в том числе и призвать, так сказать, агрессора государства Россию, государство террористов, чтобы она была вовлечена. Но я думаю, что вот грузийский народ все же даст отпор всему этому, если будет, значит, конечно же, продолжаться бороться, бороться мирным путем, разумеется, защищать права каждого гражданина Грузии, и все Грузии, и защищать права грузийской государственности, и, значит, обеспечить дальнейшую европейскую интеграцию Грузии. Скажите, Николай, а как Россия может быть привлечена в эту историю? Да, вот на что может рассчитывать Бельзина Иванишвили? Ну, я думаю, значит, вот тайны, например, представители спецназа могут послать, я не имею в виду, что, например, Россия ведет войска на территорию Грузии, да, хотя она может, так сказать, если там оппозиция побеждает, она может, значит, вот с оккупированной территорией бывшей Юго-Астинской автономной области, да, вот перекрыть основную магистрат, бороя, как это делали они, россияне, в 2008 году, да, если, значит, вот они видят, что, например, ситуация напряжена, и вот нынешние власти, так сказать, уже уступают вот в восстановлении со стороны нас. Это самый худший, так сказать, сценарий развития события, но я думаю, в первую очередь, конечно же, Россия будет, ну, она и так вовлечена была, она вела информационную войну, да, вот, значит, это и вот грузинская мечта, думаю, они вот, сам Иванишвили получал какие-то инструкции со стороны России, да, вот, наверное, вот, там, я, технологи были замешаны, да, ну, где говорилось о том, что, значит, вот, например, грузинский народ должен выбрать между войной и миром. Если оппозиция побеждает, то Грузия будет вовлечена в войну, и только вот грузинская мечта сумела, в отличие от предыдущих властей Грузии в 2008 году, или в отличие от властей Украины в 2022 году, избежать, значит, избежать войны, избежать кровопролития, и вот, так что наследие должно избирать между миром и войной. Я думаю, это вот российские методы КГБ, методы ФСБ, которые, к сожалению, использовала грузинская мечта. Вот Россия, так сказать, активно вот в этой сфере была вовлечена, и сейчас, вот я, как говорил, и с вашей позволю, могу отметить, вот, может быть, Россия предоставит дополнительные силы, там, спецназа, да, к примеру, это можно, она будет переодеть, это, значит, форму грузинского спецназа, чтобы разгонять демонстрацию, вот, и это не исключено, конечно, вот, введение вот данных. Хотя, конечно же, в общем, вот, гибероперации, или, значит, я думаю, военной операции нет, но я думаю, также как-то будет тайное финансирование, может быть, осуществляться, так сказать, черные деньги будут, значит, перечисляться в пользу грузинской мечты, чтобы она... Вариантов, к сожалению, много, вариантов, к сожалению, много. У нас сейчас будет минута молчания, которая ежедневно в 9.00 по всей стране объявляется. Мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Спасибо. Рады новым встречам. Моника Читадзе, политолог, профессор Черноморского международного университета Грузии, был с нами на связи.